Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы начинаем играть в Херсоверн 4 Эквестрия Этвар за Империю Грифонов. У нас здесь есть несколько путей развития в целом. Есть путь Архонта, есть путь Герцогини, есть путь, который здесь не написан, это путь Лорда Протектора. Собственно говоря, именно по нему я собираюсь и пойти, потому что он, пожалуй, самый сложный из всех трех, потому что нам в один момент нужно будет объявить войну сразу всем нашим бывшим вассалам. Но от этого он становится только интереснее. Если за ПК мы ничего делать не можем, я здесь выставил некоторые исследования, у нас есть неплохие дебафы на это. По постройкам у меня план есть такой, мы выстроим нашу линию обороны вот по этой реке вместе с Гриффинхеймом, потому что его потерять мы не можем себе позволить. И когда начнется война со всеми, мы постараемся через север вот по такому вот направлению захватывать наших вассалов и потихоньку облегчать наше положение. Но посмотрим. Еще вполне вероятно, часто бывает, что Герцогиня в один момент просто нападает сама, без каких-то союзников. Этим она, конечно, может очень сильно упростить нам задачу, потому что она даст нам какую-то уже промышленность и, в принципе, какую-то территорию для маневров. Так что пока мы просто ожидаем. А вот и знаменательная поездка на поезде, лично говоря, которая путешествует довольно быстро. Достаточно быстро можно заспойлерить себе, что у нас будет происходить. Потому что первый же наш фокус — это Император Мертв. Так что именно в этой поездке он и умрет. На первую политическую власть мы ставим себе работе птичку, чтобы получать ее побольше, потому что у нас есть неплохие дебафы, и нам на первое время очень пригодится этот советник. Вот и произошло то самое событие — Император Мертв. И мы сразу начинаем следовать совет трех, чтобы чуть-чуть просто получить стабильность и поддержки войны и политической власти. Перед тем, как делать, как я понял, это зависит, точнее, это происходит, когда мы делаем небольшую чистку. Возможно, это случайно, возможно, нет. Тем не менее, именно так мы и пойдем. Вот мы выполнили первый фокус, получили здесь стабильность, поддержку войны, собственно говоря, полезные вещи. Интересно, можно ли как-то привести коммуниста в кластье без каких-то экстренных действий, непродуманных игрой. Наверное, нет, потому что здесь я вижу только как бы три пути, условно говоря, да. Но было бы забавно, если бы это было возможно. А вот и как раз восстание в казармах и дворец взят в штурму. Сейчас будет несколько ивентов как раз-таки на восстание нашего лорда протектора. А мы тем временем уже начинаем готовить какие-то войска, потому что нам нужно будет очень много войск. Готов у нас наш лорд протектор. Сейчас у нас следующего ивента сменятся фокусы. Мы, как мы видим, убиваем гровера шестого. Это, конечно же, ужасно, но что поделать. А вот и непредвиденные последствия. Все решают, что мы недостойные власти. И теперь у нас нету никаких вассалов. Так что мы сейчас будем выстраивать нашу армию и готовиться к войне. Параллельно тут вспыхивает гражданская война в Олене, не сильно нам интересная. И в Карфагене восстали конституционалисты. Я полагаю, что и те, и те провалятся. Ну, в Олене не знаю, но в Карфагене так точно. Мы, тем временем, потихоньку идем по нашим фокусам. Убираем вот этот неприятный гипов. Ну и, собственно говоря, поднимаем популярность, стабильность. Все полезные вещи. Еще одна гражданская война началась уже в Эквестрии, в Салонной Империи. Сейчас, конечно, здесь повыдираются рано поменьше. Сталинград заберет свое. Ну, посмотрим. Мы, кстати, можем отправить добровольцев. Возможно, я именно это и сделаю. Итак, мы уже прошли по фокусам до Лорда Протектора. Теперь у нас здесь самые вкусные фокусы. Это мы сейчас будем снижать безграмотность. Она нам неплохие дебафы дает на исследование. Но это, конечно, же убрать. Общество у нас повысило до современного, когда мы сделали Лорда Протектора. Затем мы тут возьмем военную экономику сразу же. Поэтому я не тратил политическую власть на то, чтобы менять экономические законы. Правильно, как вы можете видеть, мы тут чуть-чуть повышаем агентство. Оно нам пригодится, чтобы немножко получать информацию о соседних странах. Собственно говоря, здесь, как мы возьмем военную экономику, пройдем здесь, получим 6 военных заводов. Затем сюда получим еще побольше людей. И постараемся построить как можно больше армии. Потому что у противников ее намного больше в данный момент. Нужно как-то сопоставить хотя бы, чтобы мы могли находиться как минимум в обороне. А вот и случилось то, о чем я говорил. Клубичный герцог с объявленным войной. Мы находимся, я бы сказал, в среднем состоянии готовности. У нас, в принципе, неплохая промышленность для нашей ситуации. И, в принципе, здесь были готовые войска на границе. У нас целых 6 танковых дивизий, которые, в принципе, неплохи. Они, конечно... Они, конечно, всего лишь 2 с шириной фронта. Но, учитывая то, что у нас очень мало ресурсов, это даже много. Потому что наша шпионная дивизия, допустим, 12 с шириной фронта. Я решил их не увеличить, потому что нам действительно нужно просто заткнуть все линии. Мне пришлось уже призывы поднять до обязательной службы. Несмотря на то, что у нас есть вот эти небольшие бонусы на 0.5-2, все равно их не хватает. И вот эти 5% эффективности тоже не хватает. Здесь мы промышленность все... Точнее, все вот эти политические фокусы мы исследовали. Готовы уже исследовать эту штуку, но я решил подождать, пока нам объявят войну. И параллельно вот здесь вот немножко армию тоже исследую, потому что нам это пригодится. У нас был агент, его убили. Ничего такого. А здесь мы, конечно же... Можно просто начинать наступление. Там есть какие-то дивизии, но как будто они просто были не готовы к войне. Мне кажется, это проблема с ИИ какая-то, потому что вот эта война начинается решением. Поэтому мне, допустим, не показывается, когда она начнется или не начнется. Следовательно, я к ней не могу подговориться. И я так полагаю, ИИ тоже не рассчитывает, что это реально объявит войну. Следовательно, ИИ тоже на это не готов. У нас, конечно, некоторые проблемы с исследованиями. У нас все еще только три ячейки. Одну, чтобы получить, нам нужно пройти очень много промышленных фокусов. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь фокусов, чтобы сделать. Либо здесь вот всего лишь, можно сказать, две. Но нужно пробиться сквозь все это. А пока что мы пробиваемся сквозь, собственно говоря, клубничное герцогство. Это собирался сделать окружение, но есть одна проблемка. Они просто выходят на территорию великого герцогства. Так что окружение наше немножко провалилось, но какие-то силы мы все равно им передушили. И вот мы смогли пробиться сквозь основные линии. Конечно, вот эти вот вступления в нейтральные стороны, а потом наступления из них обратно. Немножко нам спили наши наступления. Но клубничное герцогство, в принципе, практически капитулировало. Осталось вот дойти, я так полагаю, до вот этих пары городов. И они уже должны будут полностью капитулировать. Параллельно мы тут ликвидируем кое-какие окружения, да? Вот и все. Единственное, конечно, нам еще нужны какие-то ресурсы, чтобы это купировать. Точнее, чтобы гарнизоны какие-то там иметь. Но это уже нам облегчит вещи. Собственно говоря, будем готовиться уже к проведению операции захвата всех. Так, вот подходит время операции. ВСК у нас находится на позиции. Самое главное, у нас здесь вот танковые войска должны по северу пройти и сценивать основные боевые точки. Ну, где-то здесь встают повстанцы, я уже и не помнил об этом событии. Но, видимо, нам на них, в принципе, пофиг. Самое главное, мы продолжаем здесь параллельно исследовать фокусы об обмене военным опытом с ченнижлингами. Собственно говоря, мы тут уже практически сделали рыцарско-игрскую программу обмен, но в один момент она просто прекратит существовать, эта программа обменная. Поэтому лучше делать пораньше. На битая добровольцев мы, конечно же, их принимаем. Ну и сейчас пытаемся пробиться. Здесь, здесь называют последний рубеж, поэтому стоит нам подождать. В общем-то, пошла жара. Так, Брансхилл капитулирует, а мы продолжаем нашу операцию. Параллельно хочу заметить, наше укрепление прекрасно держится. Через реку нас пробить не могут. Здесь есть небольшое... Так сказать, здесь они перешли через реку, но они здесь развить наступление не могут, поэтому без разницы. А мы потихоньку будем сейчас наступать на их территории. Так, мы вот-вот капитулируем очередную страну. Отлично. И вот мы уже очень себе облегчили задачу. Теперь мы можем вообще, я думаю, не отправляться туда, а попробовать сделать как-то вот так. И пробить просто вот здесь уже территорию. Естественно, я вижу, здесь есть кое-какие окруженные войска, которые не принадлежали капитулирующей стране. Значит, мы их, конечно же, попробуем, постараемся ликвидировать все. И подогнать сюда также танки. Пока что все идет, в принципе, неплохо. Можно даже потихоньку пытаться пробиваться здесь. Вот мы пробили Катеринбург. Сейчас здесь у нас тоже страны должны капитулировать вот-вот. И сразу мы попробуем, наверное, идти в следующую страну. Все-таки что-то им помочь капитулировать. Капитулировать, что они не очень хотят. Здесь, кстати, очень неприятная ситуация, но посмотрим, как мы что-то сможем сделать. Катеринская исполняка тем временем как раз-таки капитулировала. А значит, мы эту армию тут регруппируем и отправляем продолжать наступление. Очередная страна капитулировала. В этот раз тут надо было всего лишь захватить одну провинцию. И, кстати, это очень хорошо облегчило нам ситуацию на западе. Потому что сейчас у нас появится здесь снабжение. Мы почти победили. Очередная страна капитулирует. И остается лишь две малюсенькие страны. Кстати, я одни танки вот сюда забросил, потому что там они не могли пройти. Свет их вернуть. У нас промышленность неплохо поднялась. Фабрик, конечно, все равно мало. Заводов, ну, пойдет, я бы сказал. Ну, жить можно. Очередная капитуляция. Захватываем мы эту страну. И нам осталось буквально капельку. Самая простая часть уже осталась. Мы тут еще и параллельно небольшое окружение смогли сделать. Совершенно случайно. Причем бы и нет. Тем временем мы, наконец-таки, я думаю, будем все-таки исследовать авиацию. Потому что у нас пока нет авиации. А это очень зря. Авиация, конечно, уже нужна. И пойдем, наконец-таки, в пятый, в пятый человек исследований. Потому что пока что у нас две. Хотя, возможно, нет. Возможно, нам стоит сделать сначала вот эти фокусы. Чтобы все эти территории национализировать. Вот и все. Собственно говоря, империя грифонов преобразилась. Мы восстановили, можно сказать, империю. По крайней мере, в рамках всех вассалов. Потому что они нас все покинули. Здесь ситуация, конечно, ужасная. Особенно на фоне нехватки снаряжения, людей. Хоть мы и видите, в обязательной службе, но все равно их не хватает. Возможно, мне сейчас придется кого-то подраспустить, чтобы заполнить все гарнизоны. Посмотрим. В любом случае, я думаю, для первой серии этого как раз достаточно. Так что с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. В общем, все как обычно. Увидимся в следующей серии.